1-2 раз еще раз о масляной живописи и двух методах письма голландском и итальянском ну что такое масляная живопись понятно это техника в которой используются краски на масляном связующем пигмент плюс льняное масло например первые известные нам примеры применения такой техники относятся аж седьмому веку однако вот такое полноценное применение в современном понимании все же скорее ближе к 15 веку и связано с именами нидерландских художников это губерт и ян ваннек хотя сейчас ряд исследователей итальянцев опровергают это и приписывают первенство в использовании масляных красок ну догадайтесь мастерам итальянского возрождения конечно так или иначе масляная живопись прошла долгий путь но вот к 17 веку определила пик некую качественную планку с точки зрения техники технологии сложились и два основных метода голландский и итальянский в целом старые мастера предпочитали использовать тонко тертые пигменты прозрачные лессировочные краски такие краски были максимально насыщены и при правильном смешении ну то есть если не смешивать совсем уж противоположные цвета дополнительные взаимоисключающие цвета зеленый красный например при правильном смешении они не теряли цвет плотность поверхности материальность достигалась применением последовательного наложения нескольких слоев и так голландский метод так называемый голландский метод письма предполагал использовать в качестве основы под живопись грунтованную доску реже холст на белый грунт наносилась становая пропись этот тонкий подготовительный монохромный подмалевок исполнялся прозрачными зачастую водорастворимыми красками ну темперой например оттенки использовались теплые сиена умбра марс кроме того что в прописи закреплялся основной рисунок это был и предварительный такой тоновой разбор будущей картины контрасты прописи однако обычно были понижены использовалась средняя часть тоновой шкалы границы объектов смягчались темперы быстро высыхала и позволяла сразу приступить к работе масляными красками из-за разности связующего масляный слой никак не затрагивал подмалевок он светился этот подмалевок но не смешивался со следующим слоем в процессе основного живописного слоя тоновая шкала максимально расширялась тени уплотнялись использовались тонкие элиссировочные слои неукрывистой прозрачной краски без белил света напротив набирались более плотными укрывистыми красками иногда использовалась фактура в полутонах на повороте формы белила светов смешивались с элиссировочной краской тени получался холодный переход контрастирующий с теплыми тенями этот метод позволял голландцам достигать максимальных эффектов даже с ограниченным набором пигментов одна и та же краска приобретала разные звучания и теплоту в зависимости от степени и прозрачности и добавок белил часто картина завершалась корректировками с помощью тонких элиссировочных слоев что касается второго метода итальянский метод он также предполагал использование подготовленной основы грунтованной основы итальянцы часто использовали грубый фактурный холст грунт при этом был не белый он тонировался сверху имприматурой или нужный по цвету пигментов входил уже вот в состав грунта грунты бывали серыми но чаще цветными задавали будущий колорит использовались коричневые темно-красные оттенки после намеченного рисунка если не если тени не требовали дополнительного уплотнения протемнения выполнялся подмалевок в данном случае с использованием двух красок это белило и черное ну или белило и умбра да это так называемый мертвый слой грязаль в которой прорабатывалась форма без какой либо работы с цветом подмалевок был контрастным в светах было больше белил в тенях много меньше здесь часто просвечивался темный грунт на повороте формы в полутонах где свет встречался с тенью из-под холодного мертвого слоя просвечивался теплый цвет грунта после высыхания собственно основные цвета набирались тонкими слоями в тенях без белил в светах могли добавляться белила насыщенность цвета достигалась уже завершающими лисировками ну конечно эти два основных живописных метода могли встречаться в сложных вариациях и даже смешиваться но они до сих пор являются камертоном и могут продемонстрировать ну почти максимальные возможности масляной живописи как техники вот как то так да